Я читаю главу одиннадцатую из второй книги царств. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Следующие несколько стихов говорят о падении Давида. Я пропущу их и начну читать с шестого стиха. И послал Давид сказать Иоаву, военачальнику, пришли ко мне Урию и Хиттиянина. И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии, иди в дом и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего, господина, и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря, не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии, вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой? И сказал Урия Давиду, ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою, клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. И сказал Давид Урии, останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия перед ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так. Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и умер. Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города, и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа и слуг Давидовых. Был убить также и Урия хиттиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения, и приказал посланному, говоря, когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе, зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иеровалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи, и раб твой Урия хиттиянин также умер. И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. Тогда посланный сказал Давиду, одолевали нас те люди, и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия хиттиянин. Тогда сказал Давид посланному, так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разруш его, так ободри его. И услышала жена Урии, что умер Урия муж ее, и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась ему женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа. И он смог заходи в 영